Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире телеканала ТВ программа «Правда». Вот так случилось, что в прошлую пятницу программы «Правда» не было, потому что, ну, понятно, в этот день городской голова Алексей Костусев делал отчет, и понятно, что нужно было показать для тех телезрителей, которые не имели возможности посмотреть это днем в прямом эфире. Поэтому считайте, что я уступил от широты душевной. Сейчас мы с вами видим вопрос, который вынесен для обсуждения нашего... Ну, я так показываю, потому что у меня вот там вот телевизор большой стоит. Вот. Очки снимать и вы, чтобы там не выглядываться. Вопрос. Возврат 23 зданий городу. Вот что это такое? Возврат 23 зданий городу – это. Ну, варианты. Восстановление законности – первый вариант. Второй вариант – заслуга комиссии Игоря Маркова. И третий вариант – приговор Гуровицу и Смолеру. А теперь для тех, кто, может быть, просто не в курсе, о чем идет речь, скажу. Ну, вчера административный суд, Одесский окружной, отменил решение, которое принималось в апреле 2010 года, и которым Гуровиц и его команда, вот так вот надо это правильно называть, обменяли, продали. 23 здания в центре города, включая вот такое здание, как ЗАГС, вот Одесский городской ЗАГС, который возле, ну, на Решильевской, рядом с Оперным театром, на дом, который стоит на второй заставе. Вот они такой обмен придумали. Вы, наверное, помните, что после выборов по инициативе Игоря Маркова была создана комиссия, по расследованию, ну, громко говорят, преступлений, я тоже к этому склоняюсь, а в программе все-таки скажу, злоупотреблений Гуровицовского режима. И вот вчера то решение было отменено. И эти здания возвратились, то есть решено о том, что они возвращены в коммунальную собственность. Это к вопросу о том, кто что раздает, кто что не раздает. Мы перейдем очень скоро, буквально через пару-тройку минут перейдем к двухсторонней связи, нам покажут телефон, а пока скажу, что так же, как и четвертого числа, вот когда уже начала выходить программа в новом формате, вот передо мной компьютер, по которому я буду и зачитывать, смотреть на те вопросы, которые будут писать мне в прямом эфире, в прямом режиме. А вот, кстати, показывают, я уберу листочек, чтобы он тут не мелькал, вот, кстати, показывают этот компьютер. Но перед самой программой я распечатал те вопросы, которые уже поступили. Вот так, какие есть такие. Юрий Львов, я не знаю, фамилия это или город. Риторический вопрос. Есть ли во власти бескорыстные люди? Или все хапуги? Риторический ответ. Есть бескорыстные люди, это я, в первую очередь. Но я там, это так, не совсем, может, и шутка. Конечно, есть, как везде. И во власти, и не во власти, есть разные люди. Просто хапуги во власти, они, конечно, приглашают больше вреда, чем хапуги не во власти. Вот вопрос. Григорий Ильич, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу участков в Отраде. Обязательно поговорим на эту тему, это важно. Самопиар медсестры видели все, но ответа, по сути, проблемы лично я, вот, говорю, а Сав какой-то, лично я не слышал. Ну, если речь идет, когда говорится, вот, вот, понятие медсестра, речь идет в этих проделках Алексея Гончаренко, там, сам поставил забор, сам поломал его, сам громко закричал, что так делать нельзя, то давайте называть Гончаренко Гончаренко, а не медсестра. Медсестра, вот, когда он работал на скорой помощи, какая разница, как записана была его там должность. Дело-то он делал хорошее, людям помогал. Это сейчас, извините за выражение, сгурвился. Но мы поговорим обязательно об этих участках, а то шуму больше, чем надо. Интересует вопрос, вот, дальше я просто сейчас зачитаю эти 5 или 6 вопросов, интересует вопрос о недавней попытке отмены статьи 365-й, возможно ли отмена, и вообще дико осознавать, что из-за одного человека хотят отменить один из-за самополагающих законов, и так далее. Да вообще не надо было отменять законы, где идут за преступления в экономической сфере. Если это преступление, то оно должно быть наказано. Не надо брать все время пример Запада. На Западе вот культивируют однополые браки, мы что, тоже будем бежать за ними, там, задрав штаны, как за комсомолом. Вот кто-то, кто подписался, амикус. Уважаемый Григорий Таич, а правда или ложь, когда наш мэр заявляет о почти 100% обеспечении теплом одесских домов? Кстати, у кого есть под рукой компьютер, то вы точно так же можете все это видеть, какие я, наверное. Правда или ложь, когда наш мэр заявляет о почти 100% обеспечении теплом одесских домов? Вот, например, 200 с лишним квартир, я очень хочу, чтобы это услыхали люди, причастные к жилищно-коммунальному хозяйству, здесь конкретный адрес, 200 с лишним квартир по адресу Малиновского, 16, очень сомневаются в проводимости этих заявлений. Частная лавочка, обслуживающая этот дом, похоже, намеренно саботирует отопительный сезон, отговариваясь с несвоевременной оплатой. А где, скажите, своевременно оплачивают? Тем не менее, вокруг дома с теплом, горячей водой. Ну, во-первых, если оплаты нету, то, конечно, трудно жаловаться, хотя действительно тепло нужно. А учитывая, что в многоквартирных домах очень трудно, невозможно отключить тех, которые не платят, а теплом собрать только тех, которые платят, поэтому надо искать какие-то выходы. Ну, вот правда или неправда, тут говорится, мэр заявил о почти 100% обеспечении теплом. Так он же сказал, почти 100%. Если о почти 100%, это правда. А что касается конкретно вашего дома, если я пропустил адрес, то еще раз, по адресу Малиновского, 16, вот оттуда пришел сигнал, что многоквартирный дом не отапливается. Я не знаю, что там за частная лавочка, кто там отдельно от всех их отапливает или не отапливает, но разобраться с этим надо, потому что лавочки могут быть какие угодно, а люди там живут обычные, одесситы, избиратели этой самой нашей власти, нас, вот, депутатов, мэра и так далее. Вопрос не к Васнюку, а к руководству частной лавочки. Так он вот писал дальше, но тем не менее вопрос прозвучал. Вот, Григорий Витальевич, пока вас не выпустят в эфир, мы АТВ смотреть не будем. Чекова и ваш кун зальют весь одесский эфир грязью. На чью мельницу Марков льет воду. Так вот же я. Это во-первых. А во-треть, если АТВ смотреть не будете, как вы узнаете, есть я уже там или нет. Уважаемый Григорий Витальевич, скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к тому, что на позиции, например, начальников налоговых, судей, назначают специалисты из одного региона, Донецкого. Считаете ли вы, что во всей Украине больше нет достойных кандидатов, кроме донецких? Да ну. Кандидатов навалом. Что касается донецкие, не донецкие, но я же живу точно так же, как все остальные вот среди нашего, слышу разговоры. А что, только Донецкие у нас заправляют страной? А Анна Герман у нас кто? Откуда? Она из Донецка? Нет. А она очень влиятельный человек. А вот Ющенко, он что, был из Галычины? Ничуть не бывало. Из самой восточной области, из Сумской области Украины. Вот как Курская битва прошла в 43-м году, так сразу его родную деревню и освободили. Что не помешало ему так себя вести, как будто он из семьи потомственных полицаев. Не место рождения красит или не красит человека. Какая разница, а вот Гуровиц, он что был? Из Донецких? Или из Каковских? Что-то те, которые сегодня кричат Сахалин, Сахалин, забыли, откуда приехал сюда Гуровиц. И в каком возрасте. Поэтому, я думаю, вопрос не в этом. У нас в Одессе принято говорить, был бы человек хороший. Пожалуйста, покажите нам телефон. А то что-то уже долго. Ну, раз есть звонок-то, что же мы будем... Алло? Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу ЖКХ. Дело в том, что Алексей Алексеевич Костусев на бифборде, да, снял, значит, за уплату ЖКХ на 25%, так? Алло. Я слушаю, слушаю вас. На 25% вроде сняли, да? Да. А ЖКХ Фонтанский всего только на 10%. Почему? Хотелось бы знать. Я понял. Здесь нужно просто поступить... Поступить нужно просто. Нужно людям давать бигборды, или билборды, как их там называют. Конечно, это так. Источник информации, но, как бы сказать, не очень полный. Нужно давать информацию пополнее. Потому что это то, что называется в среднем. Поэтому где-то больше, где-то меньше. В среднем получается такая цифра. Но давайте для того, чтобы быть совершенно... Вот говорить нужно правду, нужно понимать еще одну вещь. Вот выборы прошли год тому назад. Вот уже год как прошли выборы. И в стране тоже ситуация изменилась. Вот как теперь быть с многими обещаниями, которые рассчитывались, скажем так, по нормам мирного времени. Если мы сегодня живем уже в гораздо более сложной экономической обстановке, вы прекрасно знаете, что делается в мире, в который считался благополучным, жирным. Вот такие вот наели физиономии. В одном проценте от дефолта находятся Соединенные Штаты. Понятно, что нам на это, конечно, с высокой колокольни посмотреть, я имею в виду. Франция заявила, что она находится в таком положении экономически трудном, в котором она не была со времен Второй мировой войны. Трудности испытывает Германия, одна из самых, скорее, самая мощная страна Европы. Греция, Португалия, уже Испания, уже Южная Италия. Этих уже не трясет, а колбасит. Мы тоже не находимся вовне мира. Это во времена советской власти. Вот был там железный занавес, у них были кризисы, а у нас не было кризисов. У нас были временные трудности. Мы переживали, но, тем не менее, кризисов не было. Предприятия не закрывались. Какие бы трудности не были в тогдашней стране у нас, безработные не появлялись. Были перебои с товарами, это было. Стояли очереди, но голодных тоже не было. Но это, что толку вспоминать, то, чего вернуть нам никто не вернет. Сегодня нужно понимать, что мы все равно находимся в очень и очень сложной ситуации. Вот язык уже, там, мозоль выросла на языке. Повторять, что Международный валютный фонд, от которого мы зависим вот так вот, требует увеличить, еще раз увеличить, и еще раз увеличить не что-нибудь, а цены для населения на газ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и так далее. Иначе денег не дадут. Как быть в этой ситуации? Мы в прошлой программе 4-го числа говорили с вами, а удастся ли Украине усидеть на двух стульях, на трех стульях? Вот это вот украинское покирный теля, двух маток там. Так какое там уже двух маток, трех маток? Прямо все бегут нас накормить. И мы самим справимся. Поэтому не все делается из того, что планировалось, не все можно сделать из того, что планировалось. И к этим трудностям, конечно, надо было бы отнестись с пониманием. Но от понимания никому не легче. И вот сегодня я слушал выступление председателя Верховной Рады Литвина, который говорил, ну это ж, конечно, не дело, когда у некоторых людей там пенсия, у некоторых, у многих, пенсия там 900 или 980. А есть же люди, у которых 35, 50, 60. А потом, говорит, и компенсации же получают по 500 тысяч, по 600 тысяч. И дальше Литвин, я дословно просто говорю о том, что он сказал. И дальше он говорит, и, конечно, вот этим людям, которые получают пенсию по 900, у них возникает вопрос, почему я живу хуже, чем мой сосед. Мне стало смешно, потому что я понимаю, что те, у кого пенсия 900, вряд ли являются соседями, тех, у кого пенсия там зашкаливает под 100 тысяч, да еще и компенсации они там где-то получают, которые сами себе, может быть, и нарисовали по 300, по 500 тысяч. Вот это неравенство, конечно, очень хочется, чтобы, я знаю, что звонок буквально 2 секунды, очень хочется, чтобы это неравенство и вот это нарастающее недовольство, чтобы было услышано теми, кто пишет законы. У нас выхода другого нет, мы должны следовать закону. Говорить о революции могут сегодня только те, кто рассчитывает на плечах народа прорваться в какие-то кабинеты и вести себя точно так же. Слушаю. Алло. Добрый вечер, Григорий Витальевич. Здравствуйте. Это не соседняя комната, это Молдаванка, интернациональный переулок. Да не понял. Так что пусть там враги не радуются. Я прошу прощения, они знают прекрасно, что они врут. У них нет сомнений, что нет тут никаких боковых комнат там и людей. Ну, извините, что перебил, слушаю вас. Ничего, ничего. Григорий Витальевич. А как так получилось, что вот эта вот, извините, маленькая гнистка Смолер быстренько так слинял? Он что-нибудь был на подписке о невыезде? Или у нас такие внутренние органы, что ничего не смогли сделать? Спасибо за вопрос. Да уж, ответ еще какой будет. А вы верите в то, что он ускользнул и никто не знал, как он отсюда убежал? Я не верю. Я считаю, что освобождение Смолера под надуманным предлогом, что якобы, ах, он срочно заболел. И его освобождают на подписку, и он тут же убегает. Обратите внимание, как вот эти друзья Смолера, друзья вот того же Гурвица, как они сегодня пишут, никто не доказал вину Смолера, и его освободили на подписку. Если освободили на подписку о невыезде, то это значит, что следствие продолжается. А доказать его вину, в конечном счете, должен был бы, или должен будет суд, ни следователь, ни прокурор. Разве те, кто освобождали Смолера, не понимали, что он убежит? Должны были понимать. Разве не понимали, что вот такие, как Смолер, может быть и два, и три паспорта? Что они, не помнят, как бегал по белому свету Павел Иванович Лазаренко? С панамскими паспортами, еще там с какими-то. Сегодня Смолер убежал, он находится в Израиле. Вот так вот все рассказывают. Поэтому вряд ли мы его увидим и услышим. Могу допустить, что побег, а иначе не скажу Смолеру, подстроили те из людей, находящихся здесь, кто боялся, что он их выдаст за какие-то там дела, делишки. Кстати, вот если об этом пошла речь, вот о делах и делишках, вот тут был вопрос, а то потом действительно скажут, что проговорила. Григорий Иванович, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу участка в Отраде. Но давайте про Отраду. В Отраде, когда вот выделялись эти участки, не было нарушено ничего. Другое дело. Наверное, не стоило это делать, поскольку достаточно шумный общественный резонанс людей. Понятное дело, так долго говорили, что не надо трогать, это наши легкие, это мы и вдруг вот отдали. Что это? Будет какое-то разбирательство, безусловно, потому что действительно бывают в том числе и ошибки. Здесь вопрос, нужно смотреть. Но в том, что это было законное, увы, это правда. А кто вообще в свое время решил застраивать склоны одесские? Я? Нет. Ничего подобного. Не решал. Может, Марков решал? Нет, тоже не решал. Может, Костусев решал? Тоже нет. А кто же? Вы знаете, что мне сейчас сказали вот сюда в ухо? Мне говорят, переход на рекламу. Так вот, не подумайте, что я сейчас убегаю куда-то. Я этот листок держу перед собой. Реклама очень короткая. Одиннадцатого, одиннадцатого, две тысячи одиннадцатого года в одиннадцать часов жилой комплекс «Первая жемчужина» сдан в эксплуатацию по всем украинским и мировым стандартам качества. Адман Киван выполнил все свои персональные гарантии на сто процентов. Вот то, что мы показывали вам на протяжении строительных работ. А вот наш продукт сегодня. Компания «Кодор Групп» поздравляет всех одесситов и жильцов комплекса с этим событием и желает уюта, тепла и божьего благословения. Ждите скоро. Вторая жемчужина. Мережа універсамів «Наталка» представляет Смачна компанія по супер ціні. Сметана – 6,99. Ворожньо – 7,99 за 2 кг. Курка охолоджена – 17,65. В універсамах «Наталка» усе тільки найкраще. «Наталка» – все самое лучшее. Ми віддаємо своїм друзям тільки найкраще. Свою енергію, свою увагу, свою турботу. Ми ділимося з друзями своїми таємницями. Ми розраховуємо на розуміння. Тут лікарь вже давно став вашим другом. Тільки найкраще обладнання, тільки найкращі фахівці. Та атмосфера дому. Ми допомагаємо вам вже більше десяти років. Дякуємо вам за довіру. Клініка сімейного лікаря «Медея». В нас, як вдома. Фітнес-клуб «Білий парус» знову дивує. Тільки з 9 по 29 листопада новорічні знижки 60% на дитячі клубні картки. Адреса 8-ма станція Великого фонтану вулиці Літературна, 1А. Телефон 335-575. Телефон 3-ма станція Великого фонтану вулиці Літературна. О, ровно 2 минути прошло. Вот у мене распечатка того, как голосовали депутаты 5-го созыва на своїй седьмій сесії 4-го іюля 2007-го года. По вопросу застройки береговых склонов от спуска в районе улицы вице-адмирала Азарова до парка имени Шевченко. Это как раз вот там, где вот эти события. Вот депутаты голосуют. Марков. Да, вот я зачитаю несколько, а не все, фамилии людей, которые по тем или иным причинам не голосовали или голосовали против, но они не поддержали это решение. Игорь Марков, Константин Розов, Романс Комароха, Геннадий Труханов, Александр Козарновский, Георгий Селянин. Я могу еще, тут есть достаточно фамилии, которые голосовали, не проголосовали за застройку. А вот список депутатов, которые проголосовали за застройку. И среди них Алексей Гончаренко, за, Михаил Шмушкович, это его кореш, подельник, приятель. Это вот тот, который привел несколько дней назад какое-то чудо-юдо туда, в горы с полком, с криком «Дайте мне землю». А я как посмотрел, как он одет, подумал, у Пеструева возьми. Так вот, почему они тогда так голосовали? А потому они тогда так проголосовали, тогдашние регионалы, что у них хватило дури подписать с Гурвицем меморандум о сотрудничестве. И это чистая правда. Вот нечего было с одним... То есть, Игорь Чаренко подписал лично. И пусть потом скажут, что этого не было. И проголосовал за застройку. Так что ж теперь возмущаться? Что там кто-то, то ли левый, то ли правый, принял решение, хотя решение, еще раз повторю, ничего незаконного в нем нет. Вот, с общественной точки зрения, не очень правильное, не очень выверенное. А как провокации делаются, вот то, что Гончаренко поставил забор, а потом с криком «Сейчас мы освободим для одесситов родную землю», которую сам же принял решение продавать направо и налево. А потом сам ее как бы освобождал. Это провокация, стопроцентная. Вот мы начали сегодня с вами, и вот основная тема, которая у нас есть, это по вот этим 23 зданиям, которые вернулись в коммунальную собственность. В всяком случае, решение суда об этом есть. И вот, мнение так называемое, некий Николай вчера написал, решением Горсовета сначала дали эти помещения, а затем решением этих же депутатов забрали. Просто людям Маркова сейчас можно забрать эти помещения, ну прямо. Маркову же столовый ветеран забирает, Маркове еще там что-то. Поверьте, это и будет сделано. Марков тоже голосовал за то, чтобы эти здания были переданы в 2010 году. Не делайте из нас дураков. А зачем мне из вас, Николай, делать дураков? Вы дураки и есть. Не мог Марков в апреле 2010 года голосовать ни за, ни против, ни вообще хоть как-то. Поскольку к этому времени Марков не был депутатом Городского Совета. Вот поэтому вопрос. Николай и такие, как он. Это кто дураки? Вы или просто провокаторы? А вот тут же тоже вопрос. До каких пор такие, как Смолер, Убири и им подобных, будут отпускать под подписку? Не знаю, это вопрос не ко мне. До тех пор, пока будут люди, вот там, где принимают решение отпустить, не отпустить, заинтересованы, чтобы вот эти были на подписках. Кстати, вот что интересно, Гончаренковский сайт, Думская, вот так наорались по поводу, там, этих самых участков. Но ни звуком, во всяком случае, по состоянию на сегодняшние 6 часов вечера, ни звука, не сказали о том, что городу возвращены здания. Мне сказали, что я звонок, я слушаю внимательно. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Я по такому вопросу, может быть, я просто поздно дозвонилась, но понимаете, что хочу сказать. Я живу на Филатово 33, горячая вода должна быть постоянно, или она 2-3 раза в день идет вода горячая. Причем не сильно горячая, но горячая. А все остальное время идет холодная вода. Я понял. И я услыхал ваши адресы, и поверьте, что этот адрес услыхали те, кому положено посмотреть, в чем там дело. Может быть, там дело в состоянии труб, этих вот всяких там разводок, вентилей, насосов. То есть нужно точно так же, вот как с тем домом на Малиновского 16, где вообще нет тепла, нужно посмотреть, что там и почему там так. А на ваш вопрос, должна ли идти она постоянно вода? Должна. Должна. И тем не менее, еще раз скажу. Вот сейчас и там, где я работаю, нас тоже наказали за неуплату, тоже у нас проблемы с теплом. И я понимаю, потому что за него надо платить. Хотя наш долг там как бы и не астрономический, в масштабах. Но в нашем масштабах приличный. Но вот эта организация, которая снабжает теплом город, коммунальное предприятие, оно там имеет долги перед газопоставляющими организациями на сотни миллионов. И вы знаете, что не так давно были арестованы счета по решению банка, по-моему, Надробанка, все не ошибаются, где брались кредиты вот для этого предприятия. Перед самым отчетом, вот 11 числа был отчет Алексея Алексеевича Костусева, перед самым отчетом он там находился в Киеве, решал эти вопросы, город заплатил определенную сумму для того, чтобы снять вот этот арест со счетов предприятия. В противном случае, весь город сегодня уже был бы без тепла. Это долги, они реальные. И мне скажут, как я могу платить, если у меня нет денег? Правильно, правильно. Не могу платить, нет денег. С другой стороны, а что делать? Мы попали в очень страшную ситуацию. От того, что я вам сейчас сообщу или напомню, что когда-то мы покупали газ, мы, уже Украина, уже незалежно, аж до одури. Мы покупали газ по 50 долларов за тысячу кубометров. Это было точно до прихода к власти Ющенко и Тимошенко. Как только они пришли к власти, они сказали, нам это не подходит, мы будем так, а по рыночным ценам. И мы с вами получили то, что имеем. Так не поступают. Это не покирная телятка. Это тупоголовое баранье. Как иначе назвать? Вот потом Людка это все поврезает и будет, вот Кваснюк там называл кого-то тупоголовым бараньем. Вот давайте скажем, что они самые умные бараны. Но вот мы с вами получили это. И тогда же мы получили долги перед Международным валютным фондом. От того, что я вам это объяснил, вам не стало теплее, вода не стала горячее. Но во всяком случае человек должен понимать, что происходит, и это очень важно. Я все время посмотрю на часы, которые вот передо мной тут, и все время смотрю, а сколько же времени у меня осталось. И вот если сейчас мы говорим, что люди просто обязаны, имеют право и обязаны понимать, что происходит, то вот вам как бы зарисовка. Конечно, я вчера уже приблизительно знал, какие темы буду сегодня затрагивать в программе. Сегодня, около трех часов дня, я приехал на Варнинскую, вот там, где находится эта самая столовая для малообеспеченных. Мне тоже было интересно, а что там происходит сегодня, а как это все выглядит, а как выглядят эти бои. А никаких боев. Тишина, спокойствие, чисто, опрятно, аккуратно. Я приехал буквально через полчаса, я был дома, еще там готовиться, включил, конечно, телевизор, это сразу происходит. Включаешь телевизор, и начинаешь при нем жить. И как раз крутят программу телекомпании «Круг Динамит», где обиженный Богом и судьбой Дима Бакаев опять рассказывает страшилку о том, как никого не кормят, о том, как всех избивают, о том, как... Вот спрашивается, как вообще возникла эта ситуация? Кто виноват в этой ситуации? Почему сегодня никто не дерется? Да потому что этих драк не должно было бы быть изначально. Если вы провокатор по имени Станкевич, я могу ему передать привет, мы так долго продружили, но когда он сказал, я его привез как-то в гости к Януковичу, было, было, было. Знаете, что он ему сказал? Он смотрит на Януковича и говорит, Виктор Федорович, на вашем месте сейчас должен находиться я. Я чуть не упал, в осадок. Ну, вот такой. Я после этого начал с опаской. Ну, если он скажет, что этого не было, так я напомню, там я же не один был. Ну, звонок можно было бы и потерпеть, история интересная. Ну, раз звонок есть, давайте звонок. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел вернуться к вопросу по коммунальной собственности, того времени, когда был Смолер. Угу. Значит, ну, я хотел там арендовать помещение, которое в городе стоят подвальные и полуподвальные забросаны, бомжами облюбованные. Вот. И я ходил там, по-моему, раз в пять. Мне отправляли цепать заявление, но дальше этого и не пошло. Вот. Заявление я писал, устал я сходить. Скажите, мне вот пришла новая власть, да. Изменилось что-то вообще? Я могу прийти к вам, допустим, или туда. Да, я вот... Написать заявление. Я вот сразу, чтобы было чуть короче, я вам могу сразу такое предложить. Вы все-таки придите ко мне, напишем это заявление, и будем узнавать тогда у сегодняшнего руководства, потому что я не сталкиваюсь сегодня с ситуациями получения или аренды, или еще чего-то помещений, что, ну, мне не надо. Но раз такой вопрос стоит, давайте вместе об этом... Кстати, по помещениям. Буквально 3-4 дня тому назад у меня были в гостях представители одной из общественных организаций, они сказали, что им не только пообещали, но даже показали там помещение, которое... Ну, им подходит. Понятно, что это не дворец, но им подходит, они там народ молодой, активный, сделают, что надо. Они говорят, вот что-то уже месяц как тянется. Я им пообещал, что, ребята, встречусь с руководителем, будет у меня такая возможность, узнаю, выясню, что там и как там. Хотя, конечно, для нашей бюрократии месяц это как бы и ничего. Вам, пожалуйста, приходите, не только ко мне, да к любому из наших, в первую очередь, это Родина, ко мне приходите. И будем вместе смотреть, что там возможно, и будем добиваться, потому что порядок один должен быть для всех. Если можно, так можно. Но вы сказали вот в начале вопроса, вы говорите по поводу коммунальных помещений, когда Смоллер заведовал. Так я вам скажу и напомню, как Смоллер активно участвовал вместе с Убирией в разрушении коммунальной собственности. Вот когда они кричат там, а вот закрывают телекомпанию, которую никто не трогает, о которой вообще речь не идет. Вот телекомпания речь вообще не шла. Хотя, учитывая болезненное состояние некоторых сотрудников, может, надо было там стационар какой-то устроить так. И вообще так открываешь дверь, тебе навстречу бежит Ущеповский, террорист, отсидевший за то, что подрывал машины, шесть лет отсидел. Он там у них бродит по телекомпании «Круг». Открываешь дверь, входит Кочетов, многократно судимый за кражи, разбой и грабежи. Открываешь, опять какое-то чудо идет. Да что там такое? Про националистов уже и не говорю. Так вот, вернемся все-таки к столовой этой самой. Что Станкевич не знал о тендере? О том, что таков закон. Знал. Станкевич говорит, у меня договор аренды. Да, договор. Он не разрывается в одностороннем порядке? Нельзя. Это если нет судебного решения. И он-то знает прекрасно. Ну, плевать он хотел на тот закон. И однажды уже получил уголовное дело. Было, Виктор Борисович? Было. Сегодня он кричит, я люблю Гурвица, и вот это меня преследует из-за Гурвица. Так Витя у нас всех любил. А что, Витя Станкевич, я тебя не приводил к тому же Маркову, и ты при мне не просил у Маркова не только денег, а еще и чтобы поставить тебя первым лицом в пятерке, на выборы. И как ты говорил тогда, Виктор Борисович? Ты тогда говорил, за мной вон сколько стариков, я их кормлю, они все за меня проголосуют. Было. Было? Было. то есть он рассматривал и рассматривает, как я понимаю, вот тех, кого он кормит, как свой политический актив. Но вот есть решение суда, оно может нравиться, оно может не нравиться. Было решение суда Ярош, судьи, да, я скажу, ну, там освещено именем Украины, и так далее, Ярош. Кому нравилось такое решение, из тех, кто уважает хоть как-то закон? Да никому. Но, тем не менее, это решение было. Хочется, не хочется, но почему-то тот же Бадалан не баррикадировался, не призывал, идите все сюда, и давайте вместе там отражать какие-то атаки, как это неоднократно делал Гурвиц, заявляя, а эти решения незаконные. Поэтому давайте все сюда, и охраняйте мое жирное тело, чтобы мне там кто-то не засветил. Но это же так. И что же получилось с этой столовой, вот там все время крутят этот динамит. Люди встречают штыки, как вы можете выбрасывать там нас, а как так называемая пресса свободная писала. Костусев отобрал у ветеранов кусок хлеба, выгнал их оттуда, ликвидировал столовые, теперь они все умрут. Ничего не ликвидировано, все работает, все тихо, спокойно. Что должен был сделать Станкевич, если он хоть как-то уважает этих людей? Он должен приехать туда, он не показался, спровоцировал их на драку, а сам спрятался в кусты. А должен был приехать туда и сказать, люди добрые, вы уже пожилые, не надо бросаться в драку. Я, как руководитель фонда ветеран, буду обжаловать эти решения в суде, будем там искать решения, но он этого не сделал. И обманутые люди начали бить других людей. А через пару-тройку дней телекомпания Круг заявила, показав, что вот люди едят, и даже показывая, как люди говорят, да, вот нормально все, не хуже там. И телекомпания Круг говорит, посмотрите на этих негодяев, ну, приблизительно, я не дословно. Они его за похлебку уже предали, продали. Кого они предали? Да они туда ходят, что? С целью составлять политический актив, что ли, кому-то? Они доходят, потому что они хотят кушать. И вот это самая главная проблема. Наша проблема не в том, кто будет сегодня кормить этих людей. Это вопрос спора, тендерного спора, кто-то выиграл, тот не выиграл. Наш вопрос, как будут кормить, это да, присмотреть надо. Но самый главный, ведь мы же не кормим там бомжей. Мы же с вами, как город, кормим там людей, которые вот так заслужили нормальную жизнь, а не кормиться в бесплатной столовой. Вот о чем надо говорить. Но не надо было когда-то нам в нашей стране держать столовые для людей, которые, проработав всю жизнь, не имеют возможности за пенсию купить кусок хлеба. Вот в чем ужас. Вот о чем нужно говорить. А не о том, что Станкевича обидели. Конечно, его обидели. У него Янукович кресло отобрал, что непонятно. Вот это беда. Еще раз скажу, я не знаю, как там Верховная Рада будет решать, да, будет решать вопросы. Но нужно уходить от вот этой разницы. Есть люди, которые по итогу своей работы вдруг получают какие-то тысячи, тысячи, немеряные тысячи. есть люди, которые еле-еле выживают. Тем более, вот, вон, вопросы ЖКХ. Все знают, сколько это тоже стоит, не сколько на это уходит. Но, когда показывают, говорят, оппозиционные политики сейчас выступят, то показывает все тот же круг. Оппозиционные политики выскажутся и среди них показывают все того же. А Лешу? А я задаю вопрос, а к кому он в оппозиции? Он член партии регионов, заместитель председателя областного совета. Кому он в оппозиции? Я не собираюсь программы посвящать ему, но хотел бы сказать, вот было время, когда он там на скорой работал, пользу приносил. А теперь что? Собачью будку построить не может. Ну, не так уже и мало. Мне сказали, что осталось пять минут. Я посмотрю, посмотрю. Я хотел, чтобы Алексей, вот после вот этого чудилы, которую он там привел в горы с полком, и женщине потом вызывали скорую помощь, взрослые люди. Что вы играетесь? Помните, на коне прискакал Валентин Дорошенко, вызывал на дуэль Гурвица. Так он же приехал с открытым лицом. А тут привели какое-то чмо. Я там, представитель темных сил. Ну, в этом я не сомневаюсь. И вот эта работа завести для председателя областного совета очень смешная информация. Смешная не в том смысле, что тут смеха много. Это меня вообще мало касается. Но 4 числа, подчеркиваю, 4 числа, когда мы с вами общались, кто-то из телезрителей задал вопрос в отношении почему вот там я или мои друзья не очень там смотрим положительно в сторону Валерия Каурова и кредитного союза. Я тогда говорил, да он мне даром не нужен, этот Каур. Провокатор и ранее судимый за мошенничество. Я говорю, вы себе выбрали мошенника. Так делайте с ним что хотите, хоть женитесь на нем. И вот пара тестов, это было 4-го. А вот материал за 9-е ноября. Скандальный одесский политик попытается отсудить кредитный союз. Экс-председатель, он уже экс-председатель, хоть узнаешь, его уже выгнали из председателей, наблюдательного совета кредитного союза Украины Валерий Кауров, я прошу прощения, когда я сказал первое кредитное, это была ошибка и непроизвольная, это была ошибка. Именно Украина. Валерий Кауров заявил, что в судебном порядке попытается судить кредитный союз у нового неправомерного руководства. То есть он считает, что там какое-то новое руководство неправомерное. Может быть, я не знаю, пускай судится. Только так это, у этого новое руководство кредитного союза неправомерное, у того новое руководство, которое кормит, тоже неправомерное. Да может, они и неправомерные, но доказывать это надо, не выводя людей, ни под АТВ, ни под столовые. Вот заявление, пару минут осталось, я вижу. Заявление, вот давайте, то ли 21-го, то ли 22-го, то ли 27-го, шпана околополитическая, всякие уцелюки и прочие им подобные, заявил Алексей Черный, там, мы пойдем, придем, соберем, все объединимся, оппозиция, придем, там, да идите, почему нет? Есть желание пройтись на здоровье. Толку будет ноль. Ну вот вопрос. Конечно, вы, жители города, члены аромады, вы одессит, можете ходить, бродить, заявлять требования. Но если вспомнить результаты выборов, и не надо рассказывать, все выборы тотально были сфальсифицированными, покажите решение. Пока решения нема, все, я уже говорил, даже по Ярыш, решение, которое назвали скандальным на всех уровнях, включая высший совет судей, и так далее, и то, ну вот оно было, куда денешься. Так вот, пока нет судебного решения, будем говорить, что выборы были нормальными. Так вот скажите, ну кто голосовал за демократический альянс? Никто. Кто голосовал за Гуцелюка? Никто. Кто голосовал за свободу, в Одессе я имею в виду, за свободу там, унсо, шмунсо и подобное, подобное, вот эту чепуху, все. Никто, единицы в Одессе. Кого вы представляете? Никого. Но вы пытаетесь везде искать вот такие провокационные моменты, там, где сами совершаете эту провокацию. И вот этих бабушек везти, а ну теперь бабушки пойдем там поднимать кого-то на вилы. Не пойдут бабушки поднимать на вилы, их уже кормят. Так что успокойтесь, здесь у вас ничего не получится. Хотя, в принципе, конечно, почему бы народу не пойти и не высказать? А почему вы продаете санаторий Магнолия? А потому, отвечаю сразу, что, во-первых, нет такого санатория, раз. Во-вторых, при всем желании, я уже устал об этом говорить, ни Бодолан, ни Гурвиц, ни Костасев, ни городской совет, при всем желании не могли бы продать хоть Магнолию, хоть не Магнолию, хоть еще какой угодно санаторий. По одной простой причине. Санаторий Лермонтовский. Помните, вот этот Леша бегал и кричал, я спас санаторий, Лермонтовские продажи. Город не может продать санаторий, поскольку санатории городу не принадлежат. Если этого не знает какой-нибудь об Болтуз Гуцалюк, то Гончаренко это знает в силу своего статуса. Но они одинаково оба провокаторы, так что, что тут говорить. Так вот, никто ничего не продает, не продает никакой санаторий. Речь идет об одном, очень простом, и надо, чтобы это все понимали. Вот стоит этот санаторий, хотя там уже и не санаторий, еще раз, там просто частные дома. И не город продавал там что-то, а продавал хозяин, а хозяином называется всюукраинская контора под названием Укрпрофздравница. Вот все претензии туда. А вот земля, на которой расположены эти объекты, вот земля, это как бы городская. Что может город с ней сделать? Ничего. Продать ее нельзя никому, кроме вот тех, которые на этом объекте и сидят. Сдать в аренду нельзя никому, кроме этих. Воспользоваться ее как-то нельзя, там же здания стоят. Но есть возможность продать им и получить за это деньги. И на эти деньги кого-то кормить, кому-то платить зарплату бюджетниками и так далее, и так далее. Могу напомнить, по-моему, в 2000 году, я просто тогда был в депутатах, хорошо помню эту ситуацию. Город продал, я как депутат голосовал за это, город продал землю, на которой стоит наш нефтеперерабатывающий завод. продал этому заводу. Завод заплатил 20 миллионов долларов за это. Вопрос, зачем это завод? Ну, городу понятно, получил деньги. Просто как нашел на улице. А заводу это зачем? Тоже все очень просто. Она стала его собственностью, хотя и так он на ней стоит. Но раньше он ее тоже не мог продать, она была не его. А теперь он может ее заложить в банке, взять под нее кредит, в эти деньги запустить как-то в производство. Вот такая вот штука. Просто, изящно. Нет, нашу Магнолию кому-то там продают. Кому в Магнолию? Да идите на здоровье. Вы там были? Продают, не продают. Что у нас со временем, чтобы я ориентировался? Ну, вот, пожалуйста, вышло время. Что тогда у нас? Не вижу. Камера заслонила. Сейчас, секундочку. Значит, 13% за восстановление законности, что у меня здесь нет. 77, понятно, я вижу длинная полоска, я сам результат не вижу. Заслуга комиссии Маркова. И 10, Гурвицу и Смолеру приговор. Ну, по 5 на каждого. Это была программа «Правда». Всего доброго, следующую пятницу в 20.30. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok